И всем привет, ребят! С Мастер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового устройства из мини-игры, из нашей снежной ловушки. Это устройство на Гаусс, которое, ну, наверное, хотелось бы протестировать в первую очередь. Это устройство, которое ускоряет наш замечательный Гаусс, ну и делает устройство суперинтересным. Как оно себя проявит в рамках матчмейкинга, я, честно говоря, не знаю от слова совсем. Поэтому мы сегодня его рассмотрим, пообозреваем, ну и надеюсь на то, что сможем показать достойный результат с охлаждением соленоидиков. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройки игры в аккаунтике установите ему личный тактик ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо характеристик этого устройства, давайте зайдем сразу тоже на Википедию. Прочитаем, что написано там по поводу этого устройства, чтобы мы четко понимали его плюсы и минусы. Так, 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 так. Где устройство? Охлаждение соленоидов. Преимущество. Перезарядка в прицельном режиме минус 50, наведение минус 50, урон в прицельном режиме минус 30. То есть урон только в прицельном режиме минус 30. Перезарядка. А, перезарядка прицела только быстрее. Все, понял. Значит мы должны постоянно сводиться. Постоянные сводки должны работать супер жестко с этим устройством. Ну и, конечно же, для такого Гаусса лучший режим это TDM очка. Лучше нее я не знаю, что бы здесь могло бы быть. Надеюсь, что нас сейчас быстро закинет. Ну а что касаемо мини-игры и дальше ее прохождения, я честно, ну, наверное, даже особо уже цели дальше и не ставлю никакие. Да, то есть повезет, пройду следующий чекпоинт, круто, не пройду. Да и, в принципе, ничего страшного в этом не вижу, да. То есть, по сути, задача была получить именно это устройство, чтобы и обзорчик записать, да. Ну и, по сути, это, наверное, самое интересное устройство из тех устройств, которые тут есть. За скинами какими-то я особо сильно не гонюсь. В любом случае, они в скором будущем появятся в скин-контейнере. А учитывая тот факт, что теперь в скин-контейнере у нас только максимум 700 кристаллов. Ой, кристаллов 700 танкоинов, то, по сути, уже мне это дело и неинтересно. Так, также интересно мне, какой сплэш-урон у этого устройства. Если тут большой сплэш, если есть большой сплэш, то это было бы вообще бы мега интересно. Сводка... Ух, 3000 урона, сводочка. 3000 урона, сводяночка. Ну, перезарядочка, не скажу, что прям молниеносная, да, не молниеносная. Я думал, что еще быстрее будет сводка. Но она побыстрее, да. То есть, очевидно, она стала побыстрее. И как будто это, знаете, старый гаусс. Только вот еще бывают моменты без урона, да. Еще и без урона можно выдать сводку. Ну и вы просто работаете сводками. Просто сводками. Никакими другими режимами вам работать не надо. Обычные шоты, я думаю, что даже вообще нет смысла давать. Сейчас перекатимся. Попытаемся свести здесь бойцов. Отлично. 3000 со сводочки с кризиса залетает. Не, ну 3000 урона это очень хороший урон. Полторушка сверху на добавку. Еще сюда. Ой, хорошо, еще троечка. Не, а с таким устройством можно работу делать очень хорошую. Как будто бы можно очень хорошую работку делать с таким устройством. Можно как будто бы килов так 40 давать. Да, с такой быстрой перезарядкой. То есть тут еще бы урон бы всегда проходил бы. Я был бы мега рад. По одному и тому же Воспу дважды у нас не прошел урон. Дважды не прошел урон. Так, ну я смотрю, что гауссов здесь тоже довольно неплохое количество в бою. Здесь как минимум две штуки я видел. Может быть даже стоит нам переодеть резист. Ладно, пока что менять не будем. 500 урона. Интересно. Резистик? Нет, нет резиста. А как 500 урона тогда? А как 500 урона залетело? Так, давайте поменяем рез. Возьмем рез от гаусса и от скорпиона. Довольно плотно мне там... А, еще и магнум там есть. Давайте еще тогда от магнума вместо грома возьмем. Надеюсь, что это будет правильное решение. Ну и пробуем, пробуем накидывать. Пробуем камбэкать по 3000 со сводки. Не, ну 3000 урон со сводки это очень круто. Это прям очень хороший урон. Прям мега вкусный. Так только мне в спину мака какая-то уже наяривает. Уже нашу базу продавили. И противник уже у нас на респе стоит. Понял. Понял. Ну, надо исправлять эту ситуацию. Надо эту ситуевину исправлять, чтобы у нас на респе так не стояли в нагляк. Попробуем здесь сразу еще свести. Да, то есть если бездашный противник, то по бездашному противнику у нас залетает 3000 с одной сводки. 3000 с одной сводки это круто. Да, то есть если ты можешь с респа противника просто ваншотнуть. Ну, я считаю, что это прям очень и очень хорошие цифры урона. Так, еще и такую сосулендрочку даем. Вкусненькую под противника. В моменте только бывает 500 урона почему-то проходит. Не знаю почему. ДАшка. ДАшка кризиса или чего там. Так, пытается в меня въехать. Здесь боец. Ну да, одиночными выстрелами здесь стрелять особо с этим устройством смысла я не вижу. Только, ну, если вы по васпику, например, даете такую тычку-полторушку, знаете, что он на 0 хп, тогда можно доработать. А так чисто работаете вот этими сводочками, рубите противника. По мне тоже летит неплохо. 11 киллов у нас. Первое место уже есть. Ну и по катке у нас такой легенький камбэчик. Легенький камбэчик начинается, да. Поэтому пробуем камбэкнуть эту катку. Можно, кстати, наверное, еще это устройство использовать круто в какой-нибудь осаде. В осаде, по идее, должно оно тоже очень хорошо работать. Ну и главное, супер широко не открываться. У вас, как бы, возможность быстрой сводки всегда имеется. А вот противник с более долгой сводкой уже будет иметь меньше преимущества. Над вами, да. Но если тебе в спину заходит фриз, то как будто тебя уже ничего не спасет. Так, овердрайв у меня появляется. Появляется оудишка. Гауссклоу вообще сам по себе, как пушка, сейчас стал смотреться поинтереснее. Да, то есть его чуть-чуть подапнули. И теперь он уже выглядит пожестче. Ну и с таким устройством, когда у тебя такая быстрая перезарядочка, можно в моменте тоже не кисло подавать урончика. Здесь осулендрочку дадим такую аккуратненькую. Ой, чуть по четверочке. Еще и по 2 им залетело. 15 киллов у нас уже имеется. Противник здесь, к слову, по уровню тоже довольно-таки неплохой. Соответственно, в моменте меня уносят на респ. Ну и очевидно, что если бы я бы здесь так много не респился, то уже бы киллов можно было бы иметь на пятерку, на десятку больше. Потому что вы должны понимать, что каждый ваш дополнительный респаун это минус киллы по противнику. Ну вот по васпику прям очень приятно наносить такие урончики. То есть ты понимаешь, что ты даешь полторушку и сразу тычкой добиваешь. Это, конечно, супер круто. Ой, здесь шафт еще ловит полторушечку. То есть ты можешь просто кемпить, очень жестко кемпить. То есть ты выкатил, дал сводку, спрятался. Выкатил, дал сводку, спрятался. То есть если еще каждый раз урон будет проходить, тогда будет вообще великолепно. Дал сводку, спрятался. И все. И ты вот так вот тихонечко распикиваешь противника. И он тебе уже особо урона не сможет выдать. И ты как бы себя максимально комфортно здесь будешь чувствовать. В такой ситуации. Оп, респанулся, бам, дал. Оп. Еще сводочка перекрутилась. Оп, дал. И все. И вот так вот на аккуратных распиках. Бам, по троим. Работочка. И танчик поставил купол, думает, сейчас он поживет там. Ага, поживет. Сто раз поживет он. Сто раз поживет. Оп, с респа. По васпику, бам. Да, то есть как только я жить начал, сразу килы поперли. Прям жестко. Прям сразу по жесткому килы пошли. Сейчас еще купол пропадет. Оп. Оп. Хорошо. По двоим, по полторушечке. Оп. Еще по полторы. Ой, хорошо вообще. Так еще и сплэш урон хороший. Еще и сплэш урон хороший. Ой-ой-ой. 27 килов уже. Чел по одной мне тыки дает. Я ему по сводке в этой же тайминг даю. Просто по сводяной. Ой, хорошо. 29. Пошла движуха. Только начал жить. Видите, ребяточки. Только начинаешь жить на таком устройстве. И все. И начинается лютейшая развалка. Поторопился немножко. Поторопился. Но ничего страшного. Продлили. Удовольствие. Бам. Двоечка. Отличная сводка от тиммейта. Ждем противника на открытие. Ждем пока противничек откроется. Отлично. Сразу троечка с респа. Чуть-чуть даже подождал, чтобы 0 урона не дать. Гаус пытается свестись. Ага. Опять сводка без урона. Оп. По титанчику не успел обработать. Спрятался там. Противник пытается, я так понимаю, выпушить правую зону. Отлично. Еще урончик. 33 килла. Шестой раз только умираю. Вот сейчас где-то с одного респака его в 15 у нас залетело. Может быть даже 20. Вот это, конечно, супер круто, когда так получается. Угол. У Гауса какой-то слабенький, если честно. Не хватает. Мне угла, чтобы его здесь нормально бодрить. Сосулендру надо еще. Давайте даже по ласпику дадим. Главное, чтобы это была быстрая сосулечка. Так. И здесь у нас снизу еще викинг пытается разыграть. Противник опять пытается выпушить наш респ. Пытается здесь бойцы что-то предпринять на пуши. Да, самое противное, это когда урон не проходит на Гауссе. Все остальное, в принципе, терпимо. И с водками можно прям очень жестко работать. 35 киллов у меня уже имеется. Вот опять без урона. Я даже, честно говоря, не знаю, из-за чего это срабатывает. Да, по сути, я даже без выкатки даю. То есть я даю четкий выстрел, который должен залетать с уроном. Сплэш очень хороший. Очень хороший сплэш у этого устройства. 35. С такой катки можно было бы дать... Ну, как будто бы я мог бы здесь дать 50. То есть если бы я бы сразу изначально бы встал бы четко на одну позиционку и не умирал, как будто 50 выжить можно с этого Гаусса. Сплэш очень сильный. И сводка максимально быстрая. Как будто это старый Гаусс, который работал раньше вот с такой вот быстрой сводочкой. Тут вот так прячемся. Оп. Противничек сейчас откроется. У нас первая сводка по нему, если он будет открываться. Да, за счет того, что... Оп. Все, обработали. Сразу обрабатываем. Сразу сосулендрочку вот такую. Ага, понял. Рабочая сосулендрочка. Васпик какую-то бомбочку поставил. Чтобы моя сосулендрочка не сработала. Так, здесь меня скопья пытаются тушануть. Оп. Подвоим сводка. Спрятался. И все. И он не может ничего сделать. Он не может меня распикать. Сосуля рабочая от противника. Отлично. Попыточка. У нас остается 3 килла до конца. Пробуем распикать. По Викингу. Отлично. Маловато, правда. Отлично, но маловато. Широко дал. И то успел спрятаться. Даже на широкую успел спрятаться. И ластовый килл по Васпу залетает с 3000 урона. Шикарнейший гаусс. 38 киллов мы делаем за такой бой. 7 раз умираем. То есть это максимально кемперский гаусс. С которого можно выжимать очень хорошие цифры. Поэтому, ребяточки. У кого есть возможности. Есть кристаллы. Взять. Чуть-чуть приобрести на кристаллы. Именно на кристаллы. Не на танкойны. Не какие-то спицухи. А вот если у вас есть кристаллы. Приобрести. И пройти до этого круга. Чтобы забрать этот гаусс. Я считаю, что оно того точно стоит. Пишите, что вы думаете по поводу этого гаусса. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.